Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нашей программе, напоминаю, мы рассказываем о бродячих собаках и кошках, мы знакомимся с людьми, кто помогает их пристраивать, кто спасает от голодной смерти. И, конечно, мы пытаемся разобраться, что делать, найти решение данной проблемы для нашего города. Не просто так здесь, в этой студии, мы разговариваем. В каждой программе у нас есть гости, с которыми мы знакомимся, обсуждаем, принимаем от них продолжение, как справиться с данной проблемой. И, конечно, в каждой нашей программе мы представляем собак и кошек, которых отдают из приютов или волонтеры в руки новых добрых и ответственных хозяев. А сегодня в студии два человека. Татьяна Гизидинова, директор зооприюта «Код Бегемот» и учредитель, попечитель, волонтер Марина Юрьевна Геркасова. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Итак, немножко расскажите о вашей деятельности, в чем она заключается. Кто первый? Давайте с меня начнем. Наша деятельность заключается в том, что мы сами тоже волонтеры. У нас было в какой-то момент такое количество кошек и собак, что мы поняли, что они все находились на передержках, на платных. И в какой-то момент мы организовали свой приют для того, чтобы наши животные там жили. Соответственно, мы им находили добрые руки. Не просто жили, а именно наша цель – найти каждому дом. Ну, у нас есть, конечно, животные, которые живут на доживании, которые никогда уже не покинут наши стены. Но основная цель – именно, чтобы животное нашло свое хозяев. Как много животных сейчас у вас находится? И я так понимаю, что у вас еще есть животные на какой-то временной передержке. У нас есть отдельно кошачья, можно сказать, часть, где живут больше 40 кошек. Есть кошки, которые живут в приюте, их сейчас больше 30, насколько я знаю. И собаки тоже около 30. Как плотно вы работаете с волонтерами и просто с людьми? Ведь если люди знают, что там зооприют или просто там какая-то зоогостиница, чаще всего туда подкидывают животных. Да, у нас есть такие случаи. И собак подкидывали, и котят, и в том числе породистых. Мы и куны подкидывали. Ну, как бы постоянно. А вообще люди, которые живут недалеко от нас, они знают, что у нас находится приют, и к нам приходят и забирают и кошек, и собак, в том числе, и щенков. То есть люди знают о том, что у нас можно взять животное на добрые руки. Вы знаете, иногда довольно-таки страшно подойти к приюту и взять собаку просто на первый взгляд, которая мне понравилась. Ведь еще нервная система собаки. Как выбирать собаку в этом случае? Ну, мы вообще предлагаем, знаете как, приходить и общаться с животными. Можно приходить, выгуливать, например, ту же собаку. У нас был случай, когда у нас жил немец, немецкая овчарка, я имею в виду, и девушка приезжала к нему на протяжении нескольких месяцев. Она гуляла с ним, и в какой-то момент она приехала и забрала его. Да, вы что? Да. А как вы думаете, собаку забирать в год, и собаку забирают там, ну скажем, в пять лет? Насколько это критично? Или не критично? Мне кажется, не критично. В принципе, любую собаку без зооагрессии прям явной можно, ну как бы, она вписывается в семью и перенимает какие-то привычки, законы семьи. А с кошкой вообще, мне кажется, проблем никаких нет. 498-й федеральный закон, работает уже три года. И все-таки, давайте вспомним, может вы помните, может быть, что-то вы вспомните. Как раньше боролись с бродячими собаками? Ну, скажем, давайте так, лет 30 назад, если кто-то помнит. Усыпляли. Усыпляли? Усыпляли. А каким образом? Как это все происходило? Я помню, что их было мало, не так много. Ну, это были отравляющие вещества, которые сразу же убивали. То есть никаких приютов, передержек временного содержания не существовало. Сейчас, вот в данный момент у нас, я знаю, в районе Меги есть место временного содержания животных, отлов привозят их туда, их стерилизуют, чипируют и через какое-то время выпускают. Вы наверняка много видели таких животных, у них есть чип на ухе, то есть сразу понятно, что эта собака уже прошла через отлов, она стерилизована, привита, и специалисты приняли решение, что она не представляет больше опасности для людей, то есть не вывели у нее какой-либо зооагрессии. Мы, конечно, в курсе той ситуации, которая произошла на Южном, то есть там погибла женщина, тут не вина собак. Дело в том, что когда они сбиваются большие стаи, они уже начинают действовать по-другому. Эта собака вполне возможно, если бы она была одна или там небольшой компанией, ничего бы этого не произошло. Но я так понимаю, что там все-таки собаки были приписаны или на свободном выгуле от организации. Да, я тоже про это слышала, что это как охранные собаки. Да, как охранные собаки. За ними, получается, ненадлежащий был уход, и не доглядели сотрудники, на мой взгляд. Вот и хорошо, мы подошли, наверное, к следующему вопросу, который я подготовил, вопрос о важности, а нужны ли штрафы, о важности штрафов, вот необходимо ли их сейчас вводить, потому что, ну, опять же, мы слышим от людей, вот опять штрафы, опять вводят нам какие-то налоги и так далее. Опять мы начинаем ругать там какие-то наши власти и так далее. Хотя власти сейчас принимают все меры для того, чтобы хоть что-то сделать, да, и делают, и идет работа-то, в общем-то. А как вы относитесь к тому, чтобы ввести такие штрафы? В европейских странах такие штрафы есть. Если мы, нам нужно, наверное, смотреть на опыт европейских стран и принимать его, но там есть обязательное чипирование. Без обязательного чипирования невозможно установить владельца. Вот поймаешь ты на улицу собаку, явно по внешнему виду домашнее, но как установить, кто владелец и кого наказать за то, что собака осталась без присмотра? Только решать вопрос с чипированием, но опять же, тогда нужно уменьшать стоимость чипирования, чтобы какие-то льготы вводить для того, чтобы граждане, у которых много животных, там, 3-4 кошки, имели возможность по небольшой сумме сделать это чипирование. Ну, то есть, всеобщая такая чипизация, да, и все-таки, чтобы она была какая-то часть для каких-то вот слоев граждан, она была... Льготной. Льготной, да. Хорошо. Следующий вопрос. Чем вы кормите своих собак? Сухим кормом. Да, мы приобретаем сухой корм. Мы не варим каши. То есть, у нас нет натуральной еды, но, конечно, если... А вот что, кстати, как вы думаете, что для собаки лучше, сухой корм или все-таки натуральный корм? Мясо. Мне кажется, вот когда я даю собакам мясо, у них сразу зажигаются глаза и взгляд такой бодрый, а как только сушку, все... Мы знаем мнение ветеринаров. Они вот говорят 100% сухой корм, но премиум класса. Ага. Ну, ветеринары, да, они, если сидят там на каких-то компаниях, они могут так сказать, действительно, а все-таки, как вы считаете, у вас вот есть животные у самих? Есть, да? Дома? Да, да. На сухом корме. На сухом корме? Да. На сухом корме. Ну, это проще? Ну, нет, не проще. У меня собака тоже взята из приюта и кот, ну, взятый у волонтера. Вот. И собака первые года, первые два года, она была на натуральном питании, я ее варила. Натуральное питание, это не значит, что там супы и кашель, еще что-то. То есть мы... Это я варила ему. Вот. В какой-то момент он начал покрываться болячками. Мы поехали в ветклинику, выяснилось, что у него атопический дерматит, то есть у него аллергия. И нас перевели на сухой корм. Вот мы сейчас три года на сухом корме, премиум класса, и у него нету болячек. Все. То есть он перестал чесаться и перестал вот этими болячками покрываться. Ну, а кот, соответственно, уже за компанию пошел с сухим кормом. Хорошо. Если вы встречаетесь со стаей бродячих собак, как себя вести? Вот что вы делаете? Убегаете, сломя голову, или все-таки как-то вот... Делать нельзя. Какие-то меры, да. Я спокойно мимо прохожу. Меня собаки не трогают. Так. Меня тоже. А что делать? Все-таки я сколько раз наблюдаю такую картину, особенно, когда идут ребята, дети, и очень часто такие собаки нападают именно на юношей и детей. Не размахивать руками. Не кричать. Не кричать. То есть... Ну, если прямо страшно, вот я просто со своей собакой, когда гуляю, у нас в районе три стаи, как минимум, вот, которых я знаю. У меня собака, он может как раз накинуться на... ну, то есть начать себя вести так, что стаи может накинуться. Мы обычно, если встречаем стаю, и я с собакой в этот момент, я стараюсь зайти в помещение просто с ним. Либо в Сбербанк, либо еще куда-то, и подождать, пока стая пройдет мимо нас. И встречаюсь мы, ну, как минимум раз-два в неделю мы с ними встречаемся, но ни разу еще не накинулись. То есть никогда. Если я иду одна, то меня стаи вообще не видят. Как часто сейчас у вас берут из приюта собаку или кошку? Есть какая-то динамика, учение или все-таки как ровно? Там летом берут, зимой не берут, и осенью, когда стало скучно? Летом вообще ужасно, летом вообще практически нет пристроя. Летом вот максимум, там, может быть, три кошки за все лето пристроены было. Про собаку. Собака последний раз, мне кажется, была весной пристроена. Да, весной, да. Весной его вернули. Вернули. Да. У вас все собаки здоровы? Или все-таки, если собака больная и понравился человеку, который пришел к вам в приют, вы ее отдаете или нет? Если он болеет... Неизлечимым. Неизлечимым чем-то, то мы не, ну, как бы не отдаем, они остаются у нас на доживание, я про это и говорю. У нас есть собака, которая очень старая, у него очень много всяких болезней, мы его не пристраиваем в принципе, он у нас просто живет. Понятно. Давайте сейчас перейдем к следующему сюжету и, кстати, об этом потом поговорим. С самого детства у Марины Хачимаевой в доме были собаки. В основном метисы. Сама же мечтала завести породистую собаку, немецкую или восточноевропейскую овчарку. Однако все больше заводили кошек. Спустя годы, когда появилась своя семья, в дом принесли щенка восточноевропейской овчарки. Мы брали овчарку, но так как у нас был шестилетний кот, любимый, обожаемый, никак они не ужелись. Это было что-то, это был караул, и, в общем, пришлось собаку назад отдать. Я поняла, что мечта по поводу овчарки у меня не сбудется никогда. И опять в доме появились коты и кошки. И лишь перед уходом на пенсию года два назад Марина случайно наткнулась на объявление о брошенной собаке, размещенной в приюте. Поехала туда, посмотрела на нее и не понравилась. Слишком уж активная. Побоялась, что не уживутся с котом. Тут мне вывели других собак, и в том числе была гуська, которая, оказывается, на выставке в экспо Волге, они с ней были. И она настолько была вот скромной, забитой, забьется там в уголок, ее никто не видит, на нее мало внимания обращают. Обращали внимание на собак, которые весело прыгали, просились, возьми, возьми меня. А буська, она никуда не просилась. Ну и, в общем, вышла эта буська в числе других. Я посмотрела в ее глаза и поняла, что это моя собака. Дали погулять, привыкнуть друг к другу, посмотреть, как она себя ведет. И спустя час Марина приняла решение взять собаку. Ваше первое ощущение, когда вы забрали собаку? Мое первое ощущение было, когда я ехала домой и чуть не рыдала. Я думала, боже ж мой, ну почему я раньше-то собаку-то не взяла. А когда мне собаку привезли, то есть мне привезли ее, по-моему, через пару дней, так как куратор не был на месте. Вот Марина Деркасова с Татьяной Девятаевой привезли мне собаку домой. Мы очень переживали, как они подружатся с котом, ну, про что все замечательно. И все. С того момента прошло чуть более двух лет. С кошкой Буся нашла общий язык. Просто не обращает на нее внимания. Да и кошка тоже привыкла к Бусе. Иногда Марина с ужасом вспоминает о первых годах жизни Буси. И что бы было бы, если она не взяла собаку к себе? Без нее в квартире уже не представляет себе жизни. А совсем недавно соседка с ее дома тоже решила завести себе собаку из приюта. А вот сейчас собаку у вас уже сколько? Уже две-три недели вы говорите, да? Нет, две недели. Но уже более-менее привыкла к вам? Она вообще, это самое, и лезет ко мне на руки, целуется со мной и все, обнимается. К мужу вообще с ним это все нормально. Ну вот единственное, что меня вот это волнует, вот она боится всего. И вот я ее таскаю, вот не сдвинешь ее с места, пока ее не погладишь, там, че ли, она тогда начинает идти. Кушает все подряд. Как зовут собаку? Альма. Альма. И примерно сколько лет ей? Сказали, что три. Теперь они гуляют вместе. Собаки стали частью их жизни. И совсем не важно, что они из приюта. Чтобы поставить людям, которые все-таки хотят взять собаку, может, там из приюта в основном, да, бояться, не бояться. Вот какие пожелания? Я вообще люблю очень собак и кошек, всех люблю, да. И всем говорю, что не бойтесь, берите всех, потому что это самые друзья, вот честно говорю. И вот без этого, я говорю, вот остались мы вот вдвоем, да, ну что делать? Кроме как вот, ну, есть внуки, там, правнуки есть уже все, да. А она же с нами, она нас веселит, она нас все, гуляем с ней. А так вот все, у мужа ноги болят, он говорит, не могу выйти вроде на улицу. Я говорю, так, вперед и с ней гуляй. Так бы он не пошел, а то идет. У меня тоже, я просто операция, а я иду с ней гуляю. Ничего, так что берите как можно больше и любите. Как-нибудь вы отслеживаете судьбу тех животных, которых вы отдаете в руки людей, пришедших к вам? Конечно. Каким образом? Созваниваетесь или что-то? Как тут? Мы подписываем договор. Согласно этого договора, там есть такая формулировка, что они обязаны нам предоставлять информацию опередным животным любым доступным способом. По вайберу, там, ватсап, смс. Мы просим фото или видеоотчеты периодически. И, соответственно, если у нас возникают какие-то подозрения, мы можем приехать и проверить. У нас как раз вот такой случай произошел два года назад. Нам не присылали фото и видеоотчетов несколько месяцев. Нам это показалось подозрительным. И мы с Татьяной вдвоем поехали. Это было, по-моему... Зима была. Борский район, да? Да. Я помню, что было холодно. Да, Борский район далеко. Около где-то... Двух часов мы ехали. Да, около двух часов. В марте машина застревала. В результате мы предупредили хозяйку, что мы будем. То есть мы не вот вломились. Они в курсе были, что мы едем. И мы увидели жуткую картину. Наша собака, она была сильно истощена. Вокруг нее не было ни мисок, ни нормальной будки. То есть та будка, которую нам показывали... На фотографии. На фотографии. Она совершенно не соответствовала фото. Куда-то испарилась. Нет, она выглядела просто на фото гораздо более уютной, чем на самом деле. Там такие щели были, вот такущие по факту. Да, и собаку мы отдавали как бы здоровую. А когда мы приехали, мы увидели, там собака была просто вот такие вот маслы. Я с решения, она вот так вылетала. Как она побежала за нами, это надо было видеть вообще. Она в таком побежала. Она вообще Маринину машину знает и не очень любит. Но в тот момент она побежала, прям сломя голову в эту машину, забежала, запрыгнула и села туда и сидела. Собаки тоже понимают, в каких руках они находятся? Естественно. Конечно. Причем она нас прекрасно вспомнила. Она прекрасно помнила, кто мы такие. Сейчас она прекрасно... У меня ее иногда навещают, она пристроена. А что сказали владельцы? Владельца, оказывается, она уехала на другое место работы, которое работает вахтовым методом. И оставила собаку на мужа и ребенка. И рассчитывала на то, что они будут за ней следить. Но как выяснилось, что они не посчитали нужно даже ее кормить. Там ни воды, ни еды, ничего. Ну, там понятно, что снег был. Может быть, они считали, что собака может прекрасно снегом питаться? Ну, как минимум 30 дней, пока хозяйка была на вахте, я думаю, что ее не кормили. Хорошо. Мы определяем беспородных собак. Мы находим собакам новых владельцев. А что делать с породистыми собаками? Хорошо. Получается так, что в некоторых скандинавских странах там сейчас ввели мораторий на покупку породистых собак. Так? Сейчас породистых собак мы что, не должны покупать? Не должны брать себе. Вот что, как будут какие-то, опять же, мероприятия по отношению к людям, которые любят породистых собак. Хорошо бы, что это было только приобретение через питомники, а не через авито. То есть, если животное породистое, пусть у него будут все документы. Вот как раз в эту сеть выкладывают еще и люди, которые питомники. Люди, которые продают. А есть люди, которые для здоровья сводят своих животных и, получается, без всяких документов пытаются продать как породистых. Это, получается, и обман и людей. И плюс еще нет соответствия к качеству, которое должно быть у породного животного. Они никак, они не специалисты, они не могут нормально обеспечить хорошее родословное умы этого животному. То есть, будет какая-то дискриминация по отношению людей, которые взяли породистых собак, нет? Почему? Не будет никакой дискриминации. Вам Марина говорит о том, что нужно, чтобы породистые собаки были в питомниках. Не вот я там, тетя Даша, тетя Клаша решила... Ну, как в питомниках, если человек повязал собаку свою, и он хочет продать... Вот это вот, мне кажется, вот это вот нужно запрещать. Почему? Потому что они не специалисты, они не могут сделать нормальную, здоровую собаку. Это целая профессия отслеживания родословной, чтобы было животное здоровое и соответствовало всем требованиям. Вот вы знаете, вот есть такая ситуация с шотландскими веслоухими кошками. У них есть заболевание... Я вас прорву, потому что у нас время, время, время. Наше время подошло к видео-визиткам. В видео-визитке, обращаю внимание, что телефоны указаны в конце визитки или в титрах на сотрудниках, которые представляют собак или кошек. Так что, пожалуйста, внимательно запоминайте или записывайте. Видео-визитки, пожалуйста. Есть собаки, которые понимают, куда идти и где спасаться от голодной и холодной смерти. Это Лайза. Она так и сделала, когда в прошлом году были сильные морозы. Она пришла к нам сама. Сначала она сидела около двери. Мы ее пожалели, запустили, налили ей воды. Она просто легла и заснула. Двое суток она просто спала. Судя по бирке, она была простерилизована по программе ОСВВ и выпущена в свою среду обитания, откуда ее забирали. Лайза готова идти домой. И по своему характеру она достойна найти нового, доброго и ответственного хозяина. Очень добрая. Вот она готова залезать кого угодно. И судя по всему, я думаю, что щенком она была домашней, потому что она приученная к выголову. То есть все свои туалетные дела она делает только на улице. Она очень-очень-очень добрая, очень любит детей, очень любит людей, готова целовать. Прям практически лабрадор. Лайза очень хочет домой к доброму, ответственному владельцу и готова в любой момент уйти с новым хозяином. Звоните по телефону. Зоогосприют. Код Пегемот. Плюс семь. Девятьсот двадцать семь. Семьсот один. Тридцать шесть. Тридцать восемь. Этому красавцу чуть больше полутора лет. Похож на восточную европейскую овчарку. Нашли его на одном из военных объектов. Попал в отлов, прошел программу ОСВВ. После помощи волонтеров группа Каштанка готов уйти из приюта. Зовут его Барон. К людям очень хорошо, добро. И детей любит, и взрослых. Собака добродушная. Очень социализированная собака. Она готова уже найти нового хозяина. И верностью и преданностью служить ему. Барон готов уйти из приюта к доброму владельцу. Если вы позвоните по телефону. Плюс семь. Девятьсот двадцать семь. Семьсот пятьдесят пять. Тридцать девяносто девять. Эти кошки живут в приюте Лакшми. На одной территории вместе с собаками. Сначала приют был только для собак. Сейчас появилась возможность за счет средств меценатов увеличить территорию. Пару лет назад Радмира Матвеева решила построить и временный вольер для кошек. Как смогли, утеплили его. И теперь здесь живет около пятнадцати котов и кошек. Здесь живут наши кошечки, коты, которые тоже очень ждут своих хозяев. Очень хотят быть домашними. Тем более кошки. Они больше на человека ориентированы. Адаптированы сразу к квартирному проживанию. Соответственно, тут можно забирать все стерильные, все привитые, все готовы к отдаче. Поэтому приезжайте, знакомиться. Как говорится, найдется по душе каждому. Все хвоста-то и стерилизованы, и больше половины из них имеет очень добрый характер и лояльное отношение к людям. Сюда можно приехать, понаблюдать за ними и выбрать себе кота или кошку любого окраса и темперамента. Обращаться по телефону плюс семь девятьсот двадцать семь ноль ноль шесть одиннадцать шестьдесят один. Приют Лакшми. Эта собака больше похожа на американского сцефарширского терьера. Около полутора лет назад попала она в отлов. Привезли в питомника, смотрели, провели все необходимые процедуры. Поймали где-то в гаражах Кировского района. Очевидно, что за ней хорошо ухаживали, так как по весу она превышала все допустимые нормы. Вожатые прозвали ее Алиса. По характеру к людям очень клевая собака, замечательная, добрая, ласковая, послушная. С животными могут быть проблемы с другими. Зооагрессия у нее бывает, но не со всеми. То есть с некоторыми она очень замечательно дружит, спокойно все, а на некоторых очень плохо реагирует. Ну, такая вот особенность у нее есть. После домашнего содержания попасть в приют с большим количеством собак для Алисы было настоящим стрессом. Сотрудники приюта надеются, что этой собакой обязательно кто-нибудь заинтересуется и возьмет ее домой. Алиса очень хочет домой. Обращаться по телефону 8-927-686-0790. Еще раз информация по визиткам. Если вы не успели запомнить номера телефонов, что, конечно, маловероятно, информацию вы сможете найти на сайте телекомпании Самурагис или в соцсетях. А мы продолжаем. Итак, вопрос дальше. Хорошо. То есть вы считаете, что люди, которые имеют свои собак породистых, не должны взять свою собаку и не должны продавать щенков? Сейчас как раз к этому все идет. Очень часто питомники, когда отдают свою собаку, они дают... В питомниках собака хуже содержится и щенки, нежели чем у частного владельца. Ведь это же можно посмотреть. Но питомники, они созданы для того, чтобы создавать породу и продавать животных людям. То есть питомник имеется в виду... А как же деятельность клубов тогда получается? То есть есть человек приходит со своей собакой и говорит в клуб к кинологам, которые специалисты, и они говорят, я хочу повязать свою собаку. А они говорят, нет, мы не будем взять. Почему? Потому что нужно создавать условия для того, чтобы собаки были с лучше родословной, не было, как это сказать... Носледственных заболеваний. Носледственных заболеваний. А в питомниках больших неужели это можно проследить? А вот как раз питомники, наверное, и должны этим заниматься. Они же профессионалы. Они должны быть профессиональными для того, чтобы были... Более, наверное, качественная порода. Я думаю, сейчас все владельцы породистых собак, смотря нашу программу, будут возмущаться и так далее. А сейчас очень многие продают клубы, я вот обратила внимание, с условием кастрации. И кошек, и собак очень много. Прямо в объявлениях написано, что только без вязки. То есть с условиями стерилизации. Если владелец нарушат, там очень серьезные штрафы по этому договору. Хорошо. Ну, я все понимаю. Ну, а есть люди, которые действительно занимаются профессионально, но у них... Хорошо. Что в ваше понимание питомник и что в ваше понимание частный владелец? Вот как это? Питомник это тоже сейчас частный? Подождите. Частный владелец может быть действительно серьезный, который действительно этим может быть увлечен и так далее. Либо частный владелец такие, которые в своей квартире держат 10 чихов, сводят их, например, с еще с кем-то, пытаясь с еще кого-то. В итоге вместо там... Между своими родственниками. Между своими родственниками, например, мать с ее сыном, например, сводят. И получается, в итоге щенки, которых они продают, а потом они, например, или умирают, или они там какие-то все кривые получаются. Это совсем не породистая собака-то получается. Но если мы сейчас займем вот такую стратегию, и у нас будет такая политика, у нас не останется породистых собак. Почему не останется? Куда они исчезнут? Наоборот, это будут собаки породистые с более высоким уровнем. Разве нет? Да, на них возрастет цена, я думаю. На них возрастет, потому что на вид это не будет, других животных. Но получается, если ты хочешь действительно породистую собаку платить деньги, нет у тебя денег, пожалуйста, бери беспородные. Вот так, значит. А чем беспородные хуже? У меня, например, мы гуляем с моей собакой. Нет, я совершенно не... Совершенно нормально, да. Беспородные собаки, они занимаются сейчас и дрессировкой, и так далее. И они даже иногда, вот я смотрю, они даже иногда умнее, чем, допустим, породистые собаки. Я согласна. Слушайте, большое спасибо. Вот эта тема, кстати, надо будет ее еще раз как-нибудь в одной из наших программ поднять и поговорить о ней. Итак, наша программа завершилась. Еще раз обращаю внимание, что все видеовизитки есть на нашем сайте, телеканал Самараги. Чтобы вам было проще искать, мы саккумулировали их в один информационный блок, и вы сможете выбрать себе собаку по характеру и внешним данным. Звоните мне на номер 8-927-686-0790, и я вам предоставлю всю информацию по собакам, которые хотят домой. Ну, а мы говорим вам пока. До свидания, до следующего эфира. С вами были мы и программа «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». До свидания. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.